Никогда не нужно отношения, идею, принципы ставить выше отношений. Послушайте меня внимательно. Есть три уровня развития личности. Первый уровень развития личности — это невежественный человек. Для него в сердце по отношению к другим людям существует только безразличие. Только безразличие. Когда человек развивает, ему всё равно, что там жена говорит ребёнку, что он будет делать. Он может, конечно, что-то сказать своё, если его что-то задело, но по большому счёту ему просто всё равно. Или как будет жить жена, будет она мне изменять или нет. Ему всё равно. Это означает безразличие, это очень низкий уровень развития личности. Второй уровень развития личности означает идеалист. Человек чуть-чуть развился и стал идеалистом. Для него идея выше человека. Человек — это фанатики. Они говорят, мой ребёнок будет так жить. Пошли все вон. То есть он, фанатик, разрушает семью ради своей идеи, как ребёнок его должен жить. Всё рушит вокруг. То есть идеалисты, они ставят идею выше отношений с человеком, выше любви, выше семьи, выше ценностей, которые существуют в обществе. Идеалисты готовы всё разрушить, все отношения ради осуществления своей идеи. Почему так? Потому что они счастье почувствовали, идеалисты почувствовали счастье, вкус счастья почувствовали. И дальше духовного счастья имеется в виду, возвышенного какого-то счастья. И остальное пусть трава не расти. Они просто летят к этому счастью и всё. Остальное всё рушится на их пути, потому что они видят, что здесь ничего хорошего нет. Они в этом мире не видят ценности никакой. Они видят ценности только в своей идее. Это фанатизм. Это просто стадия развития Личности. Каждый из вас обязательно на неё встанет. Ещё и потому, что даже в чистом всегда есть грязь. Например, человек стал вегетарианцем, он такой лёгкость чувствует в жизни, такую чистоту, свет ему так хорошо. И он видит человек, как ест мясо, допустим. Он такой «фу». То есть вот это «фу» означает гордость. Потому что если бы он был настоящим, чистым, светлым, насилие бы не рождалось из любви. И ты вегетарианец, но почему ты сейчас насилие над человеком совершаешь своим мнением о нём? Это же насилие. Ты плохо к человеку относишься. Откуда это плохо родилось, если ты чистую пищу ешь без насилия? Откуда из тебя насилие? А из него насилие не вышло. Тот говорит, ну ты вегетарианцем, будь вегетарианцем, что ты мне жизнь-то мешаешь? Из него насилие не выходит, он прощает. Ест мясо и прощает. А тот не ест и совершает насилие. Откуда это берётся? Это гордость. Гордость — это тоже насилие. Но гордость — это очень тонкую природу иметь, незаметную. Человеку очень трудно её победить, потому что само по себе человек, совершая аскезу, он не побеждает ещё в себе отсутствие любви. Только любовь к Богу — это настоящая ценность. Всё остальное, вегетарианство там. Есть люди, едят мясо и к Богу продвигаются. Конечно, лучше его меньше есть. Поэтому во всех духовных традициях есть посты на мясо и длительные. Лучше ему поменьше есть, а ещё лучше вообще не есть. Но понимаете, если человек закаливается, совершает аскезы, встаёт рано утром, но при этом он не строит отношения с Богом, его сердце будет как камень твёрдое. Называются идеалисты. То есть они живут чистой жизнью, но любви в этой жизни ещё нет. А вот когда человек уже к Богу приближается, начинает отношения с Богом строить, вот тогда он прощает всех. Как бы человек ни жил, для него ценность, его душа самая большая. Поэтому человек для такого человека выше всего, и такой человек становится человечным. А человечный человек терпит. Жена неправильно ребёнка воспитывает — ничего страшного. Я молюсь, прощаю. Объясняю есть, как правильно. Она не принимает — ничего страшного. Всё всё равно будет хорошо, потому что человечный человек знает закон жизни. Любовь побеждает всё. Он всё равно растопит сердца, и всё равно будет так, как надо, а не так, как делается сейчас. Сила любви для него выше всего, потому он на отношении никогда не портит, не рушит. Он их сохраняет с целью развития людей вокруг. Но через себя перескочить трудно. Если ты идеалист, ты всё равно будешь... Убивал бы жену внутри.